Это программа День города. Здравствуйте, в студии Дина Ислява. В начале главной темы выпуска. Пешеходы под колесами, госавтоинспекция напоминает, какие правила соблюдать, чтобы не попасть в сводку ДТП. Всему причина – мировая тенденция на роботизацию. Какие профессии исчезнут из нашей жизни в ближайшем будущем? Подготовка к одному из главных православных праздников. Какие традиции связаны с крещением? Число погибших в ДТП по статистике с каждым годом уменьшается. В 2018-м в таких авариях погибли 56 человек. Показатель почти на 2% ниже, чем в 2017-м. Между тем, такие аварии больше всего шокируют. В новогодние каникулы сбили 16-летнюю девушку. Сейчас идет расследование аварии, в которой погибла предпредаватель кафедры журналистики РГУ. Мы встретились с родственниками Светланы Лебедевой. Пошла в магазин за водой, попала под колеса внедорожника. Эта авария произошла 9 января. Ленд-Ровер сбил женщину, переходившую дорогу в 60 метрах от пешеходного перехода. С какой скоростью ехал 26-летний водитель, остается только гадать, но удар был очень сильным. Женщину забрали у больницу, где она скончалась от полученных травм. Позже стало известно, что это преподаватель РГУ Светлана Лебедева. Своей 80 она перенесла 2 инсульта, но сдаваться болезням не хотела. Делилась опытом с учениками, вела активный образ жизни. Трагический случай вмиг перевернул жизнь ее близких. Нам самое главное, чтобы было правосудие. Ты живой человек, который на 81-м, первом году жизни погиб. В любом случае, это преступление. Если ты едешь по затемненному участку дороги в определенное время суток, ты должен соблежать какой-то такой скоростной режим, чтобы ты мог остановиться. В общем, я не знаю. Но удар был очень сильный, так что бабушка просто все переломала. Еще одна авария произошла в спальном районе. На улице Новоселов водитель сбил 16-летнюю девушку. 36-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигаясь со стороны улицы Шереметьевска, не справился с управлением, вследствие чего совершил наезд на переходившую проезжую часть по регулированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора 16-летнюю Рязанку. В дадим происшествия девушка с травмами была доставлена в медицинское учреждение. В этом месте всегда много пешеходов. Рядом остановка общественного транспорта. Но, несмотря на это, многие водители нарушают правила. Во время работы съемочной группы водитель маршрутного такси выехал на запрещающий свет светофора. Проскакивает иногда. Страшно приходить? В общем, страшно. Проскочили, идем дальше. Потом останавливаются, и все нормально. Еще одно шокирующее ДТП произошло 10 января на Михайловском шоссе. У дома 73 на остановке водитель сбил 43-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Пострадавшая с травмами обращалась в больницу. Водителя до сих пор не могут найти. В ГИБДД напоминает, переходить дорогу нужно только в установленных местах. В темное время суток надевать светоотражающие элементы на верхнюю одежду. А перед тем, как переходить дорогу, нужно убедиться, что водители готовы вас пропустить. Будьте всегда внимательны на дороге. Если на переходе вам загорится разрешающий сигнал светофора, это еще не значит, что все транспортные средства остановятся. Всегда имеется вероятность, что кто-то в этот момент может отвлечься на какую-нибудь мелочь или просто прозевать светофор. Тем более, никто не застрахован от случайных неисправностей. За прошлый год в Рязанской области по вине водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов, произошло 150 ДТП, в которых 6 человек погибли и 155 раненым. В ГИБДД напоминают, что от поведения на дороге зависит жизнь пешеходов. Чтобы ее сохранить и не подвергать опасности других, нужно соблюдать правила дорожного движения. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Дождаться общественный транспорт и не замерзнуть. Благодаря работе информационных табло «ГЛОНАСС» жизнь рязанских пассажиров значительно улучшилась. Появилась возможность быстро планировать свои маршруты. Главное, чтобы эти табло работали все чаще. На остановках можно видеть только черный экран. Информационные, но не информативные. Все чаще в городе подолгу не работают табло «ГЛОНАСС». Во время реализации федерального пилотного проекта в Рязани были установлены 109 информационных табло «ГЛОНАСС». Все они стоят на балансе городского управления благоустройством. Вот только за последний месяц некоторые из них перестали работать. Специалисты уверяют, они работают. Но не всегда отображают информацию. Встречают случаи, когда происходит перебой из передачи информации. Информация, которая размещена на этих табло, передается региональным навигационно-информационным центром Паризанской области. В большинстве случаев у нас теряет связь конкретно с каким-то табло. Мы эту ситуацию мониторим. В основном все это связано именно с перебоями связи. При этом, по словам Сергея Рогова, поток информации идет постоянно. Это можно отследить по непрерывной работе приложения «БАС-62». Это аналог информационных табло. В режиме онлайн можно отслеживать поток транспорта с компьютера или телефона. 100% троллейбусов, автобусов и маршрутных такси оснащены системой «ГЛОНАСС». Причиной сбоя в работе таких табло может стать все что угодно. Мобильный телефон, помехи на линии и так далее. Рязанец Михаил Шибанков сталкивается с этим постоянно. Поэтому он написал обращение на портале «НашДом-62РФ». Оттуда мне ответили, что табло в ближайшее время отремонтируют, но точных сроков не называют. На данный момент, как отвечают на портале, отсутствуют какие-то технические элементы, детали, которые не могут отображать данную информацию на этом табло. Сами рязанцы чаще всего планируют свой маршрут, опираясь на информационное табло. Должно быть, конечно, чтобы работать. Очень помогают, когда нужно срочно куда-то, очень помогают. И когда не работают, очень обидно. Ну, когда не работают, принимают то, что есть, а помощь, ну да, скорее ориентируясь в потоке транспорта. Сейчас неработающие табло исправили, и они показывают необходимую информацию. Но вот на остановке библиотека Горького информационно-повестительная система не работает довольно часто и долго. Мария Рудая, Сергей Данилин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Губернатор Рязанской области недавно раскритиковал качество уборки улиц. Для решения проблемы Николай Любимов попросил прокуратуру взять на себя контроль над ситуацией и помочь наладить взаимодействие между дирекцией благоустройства и управляющими компаниями. Как это выглядит на практике, узнала наша съемочная группа. Несколько раз в неделю Андрей делает обход района. Фотографирует налить на крышах и образовавшиеся сосульки. Проверяет уборку от снега дворов и прилегающей территории. Он не активист, а помощник прокурора Октябрьского района. О проблемных домах знает заранее, к ним проявляет особое внимание. Налить преимущественно образовывается на тех домах, которые имеют скатное покрытие, то есть крыши домиком. С такими домами управляющим организациям приходится особенно сложно, так как в период оттепеля налить образуется почти мгновенно, буквально за несколько часов. Марина Кузнецова признается, что такой зимы за 20 лет работы не видела ни разу. Холода и потепление сменяют друг друга. На объекты приходится выезжать каждую неделю. Действует целая бригада. Вот сейчас работает альпинист на крыше. Так у нас на мягкую кровлю и на автовышке работает плотник. И люди вот в цеплении, чтобы защища предостерегали жильцов из подъездов, не давали выйти оттуда. В первую очередь внимание управляющие компании уделяют участкам крыши, под которыми проложены пешеходные дорожки. Это места над подъездами, зоны, которые выходят к проезжей части. Их стараются очищать максимально оперативно. Припаркованный автомобиль очень проблемный. Где-то помогают старшие по домам. Где-то уже знаем, где какие машины. Но здесь сегодня было проблемно. Вот машину убрали, проводим работы. Если в ходе рейда сотрудники прокуратуры видят нерасчищенные участки, то управляющей компанией выносится представление. По закону на устранение недочетов у них есть много времени – целый месяц. Однако Андрей признается, что действовать все стараются быстро. За недлежащее исполнение ими своих функций лицо ответственность за уборку наледей снега может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ за причину смерти следствия недлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. По остаточному принципу сосульки сбивают там, где дом огорожен полисадником или не подразумевается проход граждан. Здесь наледь может вырастать до внушительных размеров. Однако санкции за это не применяются. А наледь на балконах прокуратура советует сбивать самостоятельно. Это позволит избежать порчи имущества. Калина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Скоро не станет таких профессий, как почтальон, турагент и бухгалтер. Агентство стратегических инициатив прогнозирует, что в ближайшие 12 лет исчезнут 56 профессий. По мнению экспертов, это может произойти из-за мировой тенденции на роботизацию. Валерий Седов продолжит. Более ста камер фото- и видеофиксации установлены в регионе. А вот сотрудников дорожно-постовой службы, наоборот, стало меньше, если верить информации в СМИ. Хотя всего несколько лет назад ситуация была прямо противоположной. С установкой фото- и видеокамер количество фиксируемых нарушений заметно увеличилось. Если раньше число варьировалось в районе ста, то теперь в день выявляют минимум тысячу полторы. А в некоторые около шести-семи тысяч нарушений. А для того, чтобы штраф оплатить, не обязательно даже контактировать с людьми. Все можно сделать дистанционно с экрана своего телефона. Сейчас практически все перекочевало в смартфон. Даже оплачивать налоги можно с него. Достаточно лишь скачать нужное приложение. Елена путешествует несколько раз в год. И она ни разу не пользовалась услугами туроператора. Я всегда сама покупаю билеты. Это достаточно просто, потому что сейчас много сервисов, которые подскажут, где дешевле, где быстрее, где комфортнее. Жилье найти тоже не проблема. Причем это может быть как отель, так и квартира, в которой обычно живут кто-то из местных. Билет, квартира, отель – все это можно купить, не выходя из дома. Эксперты и вовсе пророчат, что через несколько лет в туроператорах пропадет надобность. Как и в 55 профессиях, популярных ныне. Однако появится и новая. Например, генетический консультант. Сейчас она активно развивается. Появилась и в Рязани, но пока в начальной стадии. Наука называется нутрогенетика. Это смесь диетологии и генетики как таковой. Берется генетический тест. У человека для этого совершенно не нужно сдавать никакую кровь. Просто берется эпители со щеки человека, то есть так называемые букальные эпители, ватной палочкой. Результат отправляется в лабораторию. И через определенное время приходит ваш генетический тест. Ну вот нутрогенетический тест включает 32 гена. Спустя 3-4 недели человеку приходит вот такая книжка. Можно сказать, что это по сути инструкция к человеку. В небольшой книжечке расшифровка 32 генов. Какие лекарства ему стоит принимать, а каких лучше избегать. Какие продукты ввести в свой рацион. А какие убрать окончательно. Какой план тренировок ему нужно подобрать индивидуально. В какое время должны быть эти тренировки. Какой продолжительности и как часто. В настоящий момент такую процедуру прошли около 40 человек. И кто знает, возможно в будущем уже при рождении можно будет получить инструкцию к своей жизни. Каким спортом лучше заниматься, какие продукты не есть, а также узнать предрасположенность к вредным привычкам. Это только один из многих шагов в профессиях будущего. Ожидается, что их будет минимум в 4 раза больше. Такие как медиаполицейский и киберследователь, которые будут следить за соблюдением закона в интернете. Кроме того, появятся специальности проектировщика дирижаблей. Список огромный, однако кто знает, когда это будущее наступит. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Началась подготовка к одному из главных православных праздников. 17 января верующие отметят крещение. В этот день ночью происходит великое освещение воды, после чего все желающие могут окунуться в специально оборудованные купели «Иордане». О традициях праздника расскажет Мария Рудая. Традиции устраивать крещенские купания в проруби, хоть является народной, любовь к ней не угасает. Все больше людей с каждым годом приходят к Иордане. Священник Павел Коньков в этом году тоже планирует искупаться в проруби. Он как раз будет совершать чин освящения на Ореховом озере. Батюшка с теплотой вспоминает школьные и семинарские годы. Именно тогда он в Иоанн-Богословском монастыре приобщился к этой благочестивой традиции. Это же определенное подражание Христу, который также погружался в воду. Да, конечно, там было гораздо теплее, но, тем не менее, мы в сравнении с Иерусалимом народ северный, и для нас минус 5-10 – это не такая уж и большая проблема. Несмотря на то, что традиция благочестивая, по словам священника Павла Конькова, и к ней стоит подходить с разумением. Согласно с этим мнением и врачи. К примеру, медики дают четкие рекомендации не рисковать своим здоровьем людям с хроническими заболеваниями. А вот тем, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями, такими как ишемическая и гипертоническая болезнь, бронхолегочными и эндокринными заболеваниями, а также патологиями почек и репродуктивной системы, купание в проруби строго противопоказано. Переохлаждение является сильнейшим стрессом для организма. Холодная вода приводит к спазму периферических сосудов. Таким образом возрастает нагрузка на сердце, ну и в общем-то это может привести к серьезным сосудистым катастрофам. Это может закончиться очень-очень грустно, вплоть до инсульта, инфаркта и остановки сердца. В праздник крещения Господни верующие вспоминают, как Христос пришел креститься на реку Иордан от пророка Иоанна Крестителя. Именно с этого момента началась его проповедь на земле. В этот день по уставу православной церкви совершается великое освящение воды. Проблема в нашем обществе такова, что вода становится важнее Христа, крестившегося в этот день. Перегиб нехорош, с этим не то чтобы нужно бороться, но расставлять правильно акценты и приоритеты мы, как православные христиане, обязаны. Сначала Христос, потом вода. Вода освящается и в день Богоявления 18 января, и в день Крещения 19 января. При этом она равнозначна. Конечно, некоторые верующие наделяют освященную воду некими магическими свойствами, но это не совсем правильный подход, говорят святые отцы. Вода, освящаемая в день Крещения, она действительно воспринимает на себя благодать Святого Духа, таким образом становится живительной, скажем так, для верующих людей, для тех, кто с верой ее принимает. Никакой магии, никакого прощения грехов для тех, кто купается в прорубях, никогда не было и не будет. Это народный фольклор, который с истинным положением вещей, совсем, скажем так, разные вещи. По данным регионального управления МЧС, в области будут оборудованы 35 мест для крещенских купаний. Ближайшие, которые смогут посетить Рязанцы, Орехово озеро, Мрюминский пруд, пруд базы отдыхов Пазунда в Полянах и на реке Старица за селом Агропустынь. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам состоятся в эти выходные. К участию приглашают всех желающих. Соревнования пройдут в мемориальном парке. О том, как готовятся спортсмены, расскажет Галина Кудряшова. Денис занимается лыжами с начальной школы, тренируется 7 раз в неделю, а летом по 2 раза в день. Благодаря интенсивной работе пришли результаты. Победа на региональном этапе лыжни России, второе место на кроссе наций. Привлекает чем? Своим разнообразием. То, что, опять же, зимой лыжи у нас, летом лыжероллерная подготовка, также всевозможные кроссы, имитации, различные смены обстановки, опять же, спортивные сборы, путешествия по разным городам. Сейчас молодой человек готовится к новому старту. Он будет дан уже в выходные. 19 и 20 января пройдет чемпионат и первенство города по лыжным гонкам. Главные соперники тренируются рядом, обкатывают трассу в мемориальном парке. Перед стартом проводятся обычно контрольные тренировки, на которых мы узнаем, предполагая мое время, насколько мы готовы к каждой гонке, к каждому выступлению. Ну и, соответственно, сама гонка доказывает нашу подготовку. Тренеры отмечают, что сейчас трасса в отличном состоянии. Выплыло очень много снега, не было больших оттепелей. Наоборот, погода радует легким морозцам, а это именно то, что нужно для катания на лыжах. Однако недостатки у трассы тоже есть. Они скорее организационные. Тренировочному процессу мешают прохожие, которые перебегают лыжню, чтобы быстрее пересечь парк. Они переходят, да, не думая, значит, о том, что здесь ребенок едет со скоростью 30-40 километров, разогнавшись на лыжах. Такие участки у нас против больницы, такие участки у нас вот здесь вот на выходе по диагонали. Поэтому вот это вот мешает. Желательно, конечно, чтобы были еще объявления, что, значит, это лыжные трассы. В парке как любители, так и профессионалы. И у каждого есть шанс выиграть. Но сначала нужно подать заявку. Это может сделать любой желающий до 15 часов пятницы, отправив контактные данные на электронную почту. Заявка.спортсобакаяндекс.ру Гонка проводится классическим и свободным стилем на дистанциях от 2 до 10 километров, в зависимости от возраста и пола. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани начала работу уникальная выставка. Нож для шевенковки капусты, японская пила и сверхмощный секатор. Вот лишь некоторые из привезенных товаров. У рязанцев есть всего три дня для того, чтобы приобрести полезные инструменты для дома и дачи. Подробности далее. В преддверии дачного сезона компания «Позитив» представила для рязанцев уникальные и необычные товары, которые пригодятся в хозяйстве каждому человеку. А самое главное – сделают работу на приусадебном участке, дома или на кухне. Приятной, быстрой и безопасной. Вот, например, этот нож для шинковки капусты – российская разработка. С его помощью можно нарезать капусту, овощи и фрукты быстро, тонко и ровно. А сверхмощный секатор позволяет практически без усилий порезать ветки толщиной до 4 сантиметров. Остальной садовый инструмент также крайне прост в использовании. Тяпки, мотыги, японские, высокопрочные и легкие пилы – все это переворачивает привычное представление о работе на приусадебном участке. Все инструменты уже прошли испытания временем. Практика показала их долговечность. То есть инструментами можно пользоваться длительный промежуток времени. И самое важное – это легкость в работе. Легко, удобно и очень практично. Помимо садового инструмента здесь можно приобрести кухонные принадлежности, которые станут просто незаменимыми. Например, вот такую овощечистку. Она станет настоящим помощником всем хозяйкам. Кроме того, на выставке «Мир инструмента» можно приобрести уникальные подарки для истинных дам – лазерные терки для ухода за кожей стоп и пяток, которые легко справятся с натоптышами и мозолями. Вас ждут в муниципальном культурном центре с 10 до 18 часов. Выставка «Мир инструмента» будет работать в Рязани 18, 19 и 20 января. Мария Рудая, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад».